Субтитры создавал DimaTorzok 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 поэтому вот эти книги храните пожалуйста она может быть не нужна каждому учителю но если вам нужно что-то вообще написать и так далее вы обращайтесь к этим но и поскольку новый год это всегда праздник не только для взрослых но и для детей поэтому вот вам еще одна книга это уже для детей для учителей называется превращение слов вот это замечательный сборник поляковой авторы русского языка вы знаете да у нас многие берут именно этот учебник поляковой а не нечаевый даже работая в системе закон называется превращение слов но этот сборник не что иное как подарок в 2015 году году который в россии объявлен годом литературы и чтения 2014 заканчивается год культуры и начинается вот литературы и чтения поэтому вот я озвучила какие подарки я вам привезла вот их и приносили наш коллеги сегодня из машины грузили ну вот я думаю что каждый центр каждая территория получит это для того чтобы это бесплатно это подарок вам для того чтобы вы совершенствовали свои навыки и знания и умения поэтому сегодня мы с вами спокойно перетекаем в другую тему тема которая обозначена здесь не так среди всех универсальных учебных действий которые необходимы каждому от трех до старости повторяю от трех лет до старости от трех лет еще раз напоминаю трех лет до старости это умение читать потому что в информационную эпоху все что можно получить мы получаем прежде всего из книг конечно книги бывают разные бывают бумажные книги бывают электронные книги бывают вот книги которые мы ищем в интернете и так далее но в любом случае без книги мы ничего сегодня сделать не сможем ни свою позицию выберить или проверить не узнать новое и поэтому самое главное умение которое сегодня является стержневым во всех федеральных государственных образовательных стандартах даже до высшего образовательного стандарта это читательские умения потому что сегодня именно это умение поставлено под угрозу давайте я напомню вам что мы с вами 25 лет назад начали с того что опробировали нашу любозненку вот именно в повеснику мы начинали ее разрабатывать именно здесь на территории вот этой любимой нами про гимназии и вот тогда мы начали работать с родителями и я помню что мое первое родительское собрание мы пригласили сюда родителей младшей первой младшей группы и даже ясенников помните ясен были рядом и первая младшая группа и тема нашего собрания как учить детей читать вот когда родители пришли они говорят они рано я говорю нет не рано потому что первая книга которую должен прочитать ребенок должна прийти к нему в шесть месяцев раньше шести месяцев нельзя почему ну потому что лежа читать вредно а вот как только ты сел то первая книга твоя должна прийти к тебе прям в руки и что же это за книга это книга картина причем книга которая должна иметь соответствующие страницы это не картонная книга потому что ребенок шесть месяцев все тянет в руки поэтому эта книга должна быть обязательно ну такая которую можно мыть еще эта книга должна быть большая она должна быть безопасной она должна быть мягкой ее ребенок может мять и так далее она не должна сминаться но сегодня раньше эти книги нам привозили только из германии называли в германии называют писюрные книги почему да всякое может случиться правда книжку помыл и снова она готова и вот я напомню вам в чем суть этой книжки я буду пользоваться вот этой книги и в ней мы с вами увидим вот размер этой книжки вот такой вот такой и она книжка раскладушка причем раскладушка только три вот этих части но на каждой стороне есть картинка на одной на одной стороне допустим на одной страничке вот такого размера морковь на другой ряд морковь оранжевый но другой ряд зеленый огурец рядом если на третьей страничке желтый лук вот такой вот такой гребка на следующей страничке там яблоко груша как раз все то что наш ребенок есть ну и желтый банан таким образом обратите внимание ребенок может и цвет дифференцирует правда где желтый покажи это лук желтый это банан желтый а где зеленый это огурчик а это вот зеленое яблочко там или зеленая груша и прочее самое главное что первая книга должна быть прочитана под руководством родителей поэтому первая задача наша была научить родители мы говорили очень просто ты же трешь ребенку морковку ребенок сидит и смотрит как ты трешь морковку для того чтобы накормить ее или его малыша своего и говоришь сейчас есть морковку вкусная морковка феди съел морковку он сначала видел как вы терли и он что-то там делал вместе с вами да потом он съел это морковное пюре или морковь морковный сок который вы отжали и вымыв ручки какое-то время прошло берем книжку и говорим морковку феди ел морковку его рукой да и вот ребенок уже прочитал что он ел морковку на следующий день где морковка и показывает две картинки оранжевую морковку и зеленый огурец и если ребенок показывает да значит он читает потому что он извлек информацию из чего из вот этого графического изображения и так обратите внимание что когда сегодня речь идет о чтении то есть речь идет не о том чтобы ребенок знал буквы и читал по буквам кстати вам нужно в детском саду этим заниматься ни в коем случае не делайте это по одной простой причине что потом им все придется забывать как страшный сон переучиваться а это хуже не и поэтому наверное дети не читают потому что нет радости от чтения радости от чтения бывает если это чтение бывает своевременно у ребенка действительно появилось желание вот если он с 6 месяцев читает дальше вторая книжка должна быть уже не книжка картинка а также не книжка предметных картинок а книжка наказана странице каждый дана уже не предметная а событийная картинка что-то делается там да малыш умывается или там малыш к примеру есть и так далее то есть обязательно какое-то действие понятно и так от слов ребенок переходит к чтению предложений а предложение бездействия не было дальше уже третий тип картинки и третий тип книги это книги так называемые помните серия картинок где первая картинка начало действия вторая картинка что было потом 3 картинка чем это закончилось и мы читаем вместе с малышом а что значит читаем вместе с малышом мы рассказываем он смотрит причем смотрит не монитор и на телевизор где там картинки мелькают а вот на это статическое изображение потому что он должен все увидеть что я говорю где-то малыш где его столик где его ложечка чем он есть и так далее поэтому вот это все сегодня и есть умение читать до трех лет до трех лет вот до трех лет ребенок должен прочитать много есть специальные книжки игрушки это когда ему вручают книжку а здесь например тут какое-то животное и ребенок открывает страничку здесь была корова и коров замечала да вы слышали такой но это вот уже звучащие книжки как наши когда-то эти самые как назвали да погремушки совершенно ну вот значит мы с вами говорим о том что до трех лет ребенок должен испытать радость от встречи с книгой радость от встречи с ним он должен любить книгу он должен в общем-то желать общаться с ней от последствий через последника через кого через взрослого но когда малыш малышу исполняется три года он приходит к нам в образовательное учреждение теперь это бесплатное образование обязательных для всех с трех до семи лет другое дело в разных формах кого-то на весь день приведут кого-то приведут только на кратковременное группу кратковременного пребывания но все они должны получить ту программу тот федеральный стандарт который сегодня уже обозначен и вы знаете что в нашем федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования существует специальное направление кроме физического там эстетического и так далее работа с книгой чтение художественной литературы помните это обязательная часть ежедневное чтение еще раз подчеркиваю ежедневное чтение и вот здесь как раз нам и стоит вспомнить нашу любознайку вспомните наша любознайка как раз была построена на этом у нас не было занятий но с первой минуты ребенка ребенок окунается в мир литературы помните это и стихи которые мы читаем прежде всего стихи потому что ритмично организованная речь помогает ребенку осваивать родной язык еще она эмоциональна она легко запоминается она легко и воспроизводится то есть играет ребенок этими этими словами ну вот например помните малыш проснулся и мы используем для этого обратите внимание с 3 до 7 лет ребенок должен познакомиться с фольклором с нашим российским фольклором я подчеркиваю российским а не русским поскольку российский шире русского да это и татарские фольклоры мордовские чувашские и так далее поэтому жанры у всех одни и те же первый жанр это пестушки что такое пестушки это такие маленькие стихотворные произведения которые помогают ребенка и тому кто занимается с ребенком вот осваивать обычные обыденные предметы и обыденные действия какие но утром проснулся как часто дети просыпаются и начинает плакать ну что-то такое случилось и вот чтобы сразу настроить ребенка на позитив существует народная потешка потягушеньки растушеньки поперек толстунушки в ручки хватунушки в ножки ходунушки в роток берем пальчиков ребенка в роток говорок а в головку разумок вот таким образом играя ведь игра самое главное игра это действие обязательно вот через эту игру ребенок уже узнал первое он понял что его любит что он желанный что он самое главное и потому он может дальше познавать потому что ребенок который никому не нужен в общем-то уже ничего познавать не может он только сберегает себя и эмоционально думает так кто-нибудь на меня обратит внимание я кому-нибудь здесь нужно или не оказывается нужно все ждут с нетерпением когда он проснется вспомните такая же пестушка есть уже у наших авторов но например и у благинина есть и у одни львов на борту помните стихотворение машинка кто-кто в этой комнатке живет кто-кто вместе с солнышком встает это машинка проснулась сбоку на повернулась и откинув одеяло вдруг сама на ножки встала а дальше машинка вставшие на ножки идет по своей комнате и огни львов на борту продолжает здесь не комната большая здесь огромная страна два дивана великана вот зеленая поляна это коврик у окна а дальше маша идет и подходит к зеркалу потянулась машинка зеркало рукой удивилась машинка кто же там такой она дошла до стола немножко отдохнула потом дошла и до стола и опять опять пошла и таким образом и у аленушка у елена благие это все те же самые пестушки только уже не народные а авторские и так пестушки следующий очень важный жанр это песенки песенки это те песенки которые помогают ребенку играть я не виду песенки про животных и так далее помните вот ребенок видит кошку а про кружку есть песенки правильно про котика котик очень к коту коте серенький хвосток приди котик ночевать нашу дедоньку качать но и так далее точно также про петушка в общем все кто рядом про них про всех есть песенки даже есть такая страшная песенка про козу помните идет коза рогатая за малыми ребятку никто кашу не ест молока не пьет забодает 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 и еще вспомните пожалуйста это народная а есть и авторская ну например валентина берестова прекрасная есть ешь машина кашку на машину чашку ешь машина кашку это его первое стихотворение которое написал для соседского мальчика который плохо ел так вот пожалуйста вот это у ирина так макова великолепные есть такие же песенки которые мы называем именно песенками тоже там кормилки и прочее песенки для пальчиков там вот самым пальчики наши целая стайка и так далее пойка пивайка пальчики наши стайка вот чешу и так далее там птики птички осваиваются таким образом вот это и есть те песенки которые помогают ребенку познавать окружающие и развивать себя но есть еще и кроме песенок есть еще потешки вот потешки это не что иное как такие игры которые помогают малышу в общем-то меня подвергнуть сомнению то о чем мы говорим это платежи почему потешать это играть правильно но песенкой можно сопровождать свою игру а можно вот использовать потешку вот помните на такие потешки ну их еще и по-разному и может быть это где-то и дразнилка и так далее это вот прекрасная серия радуга дуга с рисунками воснецова помните вот там и песенки и потешки вы найдете как на нашем на лугу стоит чашка творогов прилетели две детей поклевали вот она потешка почему потому что ее можно инсценировать поняли как на нашем на лугу я все время звали народный а потом рассказывали литературных почему да потому что это и есть классика наша вот литературы дошкольной литературы и здесь как не вспомнить замечательное стихотворение даниила хавоса я сама вспоминаю свои дошкольные годы вот помню больше всего меня прям дух захватывал когда екатерина ванна моя воспитательница строгая воспитательница подходила к маленькому шкафчику и у меня прямо думаю все сейчас будет это чудо а в этом шкафчике всегда было то что занят для занятия а я любил до смерти всякие занятия и еще книжку она принимала и когда она читала сорок четыре веселых чижа чиж поломойка чиж судомойка это такие и самое главное потом нам сделали шапочки с этими чижами и мы к новому году показаны для родителей спектакль вот эту потешку мы а кстати даниил хорош и вместе с маршаком сочинили вот этот великолепную песню естественно что если вы так начнете работать то в данном случае вам необходимо как-то систематизировать эту литературу правда и вот есть разные способы систематизации несколько способов я вам сейчас покажу они опровергены вот первый способ тот который опроверг на нашей познайке он называется тематический тематический способ то есть если мы всю неделю работаем на тема семья то вот эти темы должны соответствовать количество учебных недель у вас и каждая неделя погружение в какую-то тему здесь все и игры и все 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 связано допустим символ дальше к примеру что в лесу растет или наш помните у нас начиналось детский сад мой дом моя семья потом детский сад потом улица мой город и так далее то есть вот эти темы где вы можете взять этот тематический принцип из трех источников которые точно уже отвечают всем требованиям автор пожиленко пожиленко энциклопедия развития ребенка называется это пусть вас не смущает под заголовок коррекционная педагогика сегодня многим детям необходима помощь в этом плане да вот там как раз 24 темы указан причем на каждую тему даны все необходимые материалы и литературные и логопедические и по развитию речи все-все-все что нужно позже и ленков пожиленко да кстати если вы не найдете это вот я ее привозил всегда и показывал когда с дошкольниками сегодня не взяла потому что думал я живу раз как показал это как толстая книга называется энциклопедия развития ребенка но если вы она 3 до 7 лет если вы не найдете этой энциклопедии то ориентируйтесь на этого автора автор пожиленко это как раз вот все книги которые вы купите или увидите сегодня на полке это как раз и есть все то что потом вошло в энциклопедию а это энциклопедия это 24 темы но если это не пойдет то можете в 3 источник это 1 это тема нашей любознайки помните там 10 тем было на 12 у нас был у тебя и мы в общем-то каждый раз показал второе это вот пожиленко а третье это тематическая работа с дошкольниками которая разработана в институте психологии под руководством мария михайловна безруких авторы татьяна андреевна филипова и мария михайловна безруких и книга их называется азбука азбука для детей 5 6 лет вот такая ну вы по моему по ней работаете за так вот там тоже тематический принцип вы его можете взять но там тематический принцип связано если есть покажи динамил я думаю что вы дадите возможность нам увидеть это там уже тема расположена не так не так от нашей любознайки а именно от близкого к далекому да вот вот она это азбука здесь расположена уже по буквам именно по буквам сначала все гласные буквы ну первая гласная буква какая правильно а тема какая не поверите автомобили поняли не арбузы которые мы привыкли автомобили настоящие прошлые автомобили кстати вот вам пожалуйста настоящий азбука развития здесь и эмоциональная и артикуляционная гимнастика и пальчиковая гимнастика ну и конечно же вот эта страничка тематическая я просто дальше хочу вам сказать итак все буквы здесь ну как вы думаете как что какая тема на букву о не поверите одежда и обувь а полезное дело полезное вот тут и обувайтесь и учите все что угодно дальше очень интересно мне нравится вот эта тема на букву юбилей ну тема семьи да кстати никто не знает что такое юбилей а юбилей это прежде всего круглая дата поэтому 45 это не юбилей вот и юбилей как принято отмечать 10 лет потом до где-то 50 а потом уже но ведь это же совершенно другое отношение внутри семьи потому что они пришли на юбилей к бабушке у у бабушки юбилей дальше мне уж больно нравится конечно вот буква б в это время за это земля это это формы я понимаю что это конечно не для трехлетних вы чувствуете то есть мы с вами пользуясь вот этими тремя пособиями можем выстроить работу тематическую на трех уровнях для младших дошкольников это возьмите поживненько ее тему дальше для детей 5 года жизни помните нашу любознанку а для детей подготовительную группу берите вот это понятно здесь кстати не учат буквам а звука жизни по-другому можно назвать а звука речи а звука чтения и так далее ваша задача только найти литературу поэтому я хочу закончить дошкольников чтение как речи воспитательная деятельность дошкольников вот еще одной очень важной темой какие жанры должны быть представлены нашим дошкольникам ну я уже сказала первый и главный жанр он должен пронизывать все годы жизни дошколы и даже в школе он должен быть самым главным это фольклорные жанры малые фольклорные жанры которые я назвала и те которые я не называла сюда относится загадки сюда относится пословицы поговорки сюда относится фразеологизма и так далее то есть вот это все должно войти поскольку это все устная речь без этого нельзя фольклор это то что русло но если мы говорим о книгах то здесь должны быть должна быть тоже система я напоминаю вам что в литературе есть такие жанры как стихи да есть жанры такие как рассказы есть такой жанр доступные детям как сказка только не думайте что сказка она в данном случае вот той так сказка которую вы представляете вот родители например думают что они дело делают если рассказывать сказку к примеру там про ивана царевича и серого волка двухлетний трехлетний это впустая трата времени запомните пожалуйста что и рассказы есть в стихах и сказки есть в стихах поэтому сказки в стихах и рассказы стихах должны быть первыми поэтому смотрите пожалуйста а что такое рассказ как вот событие событие которое отражено далее у нас есть замечательные авторы которые создавали свои произведения вместе с иллюстрациями это сутиев его рассказы истории в картинках это все книги чарушина евгений чарушина потом уже сын никита чарушин тоже самое понимаете то что не сказано словом вот этот автор передавал через иллюстрацию поэтому сегодня мы с вами как раз будем рассказывать о том и учить детей уже наших младших школьников читать не по буквам а читать то что изображено поэтому я смотрю сейчас на время и подошла вплотную к тому что мы с вами сейчас переходим к начальной школе сегодня тема нашего разговора чтение как речь и мыслительная деятельность начальной школе поэтому мы с вами сейчас быстренько просмотрим из чего состоит это речь и мыслительная деятельность но прежде всего поскольку наша задача обеспечить методическое сопровождение этой задачи федерального стандарта то запомните любая методика любая методика та методика которой вы пользуетесь та методика которую вам рекомендую призвана давать ответ на 4 вопроса вопрос 1 чем учить вопрос 2 как учить почему так а не иначе это третий вопрос и как измерить результативность вот эти если есть ответ на 4 вопроса есть методика если есть только приемы и методы то это не методика это пустая трата времени не тратена это никакого поэтому вот система замкова они как раз начинают именно с этого помните я вам говорила там есть и замерить входную диагностику и дальше видеть открыт мониторинг поставлен очень хорошо поэтому я напомню вам что на школьном дошкольном возрасте дети осваивают такие виды чтения запишите виды чтения чтение игра чтение слушание чтение игра чтение слушание вот два вида чтения должен ребенок освоить послушал он допустим мешок яблок сказка сути его он должен потом сыграть да послушал он народную сказку леса и козел тоже он должен с помощью заместителей кстати вот здесь мы как раз и использовали это когда-то я здесь проводил урок именно с этим пересказывали мы пользуясь помните козел у нас был треугольничек давай на плечи к нему а это самая леса причем использовали заместитель оранжевый овал это было леса а прямом коник серый это был козел к колодец который оказался на дне а потом и козла туда затянула и больше ничего не надо и вот я дальше читаю а они играют вот этими заместителя таким образом вот чтение игра и чтение слушание чтение рассматривания здесь это уже первый класс чтение рассматривание если может ребенок в 5 лет нормально развитый он сам обучается читать то чтение рассматривание ему тоже в общем то подходит но вот посмотрите пожалуйста что он собой представляет уроки обучения грамоте сегодня мы все подходим к концу первого полугодия и наши первоклассники должны уметь декабря к концу декабря или к 17 февраля и не дня позже вы знаете что потом будет русский язык и литературное чтение у всех то они должны уметь читать и осмысливать слоги вот сразу могу сказать что сейчас читать и осмысливать слоги не умеет никто даже учителя потому что читать слог это не просто рома лё а ром назвать слов в котором этот слог есть да причем желательно начали середине в конце таким образом развивается вот и обогащается словарный запас а мы часто видим вот про проговорили эти слоги и все на этом оставили дальше когда идет чтение осмысления слов то очень важно не просто читать слова читать слова тоже дети не умеют к сожалению что значит умеет читать он читает с ударением с ударением это не кричать а растягивать ударный слог вспомните пожалуйста мало вот тогда он поверил что это молоко а если он прочитал но ловко то это прочитал три слова и это не слова вот его задача все эти шаги сначала прочитать слоги потом соединить потом узнать какой сильнее и осмыслить это все он делает во внутреннем плане а чтение осмысления предложений чтение осмысления предложения это о чем ты о чем здесь сказано что про него говорить то есть это с ничто иное как подлежащие сказуем без названия чтение осмысления буквальных текстов и самое главное чтение слушаний художественных произведений тех которые они не видят не читают вот это воссоздающее воображение которое мы формируем у младших школьников чтением слушаний чтение слушаний должно проходить один раз в месяц у всех первоклассников ну а после этого после этого будут у нас уроки уже русского языка у них свои задачи свои способы чтения уроки литературного чтения и все без исключения уроки учебного плана но об этом после того как вы увидите сейчас урок развитие мечи где мы учимся читать уже репродукции картины и так я прошу вас нет вот этого хватит мы чуть вот эти вот плачутся газет или детишки сядут на минуту ничего нам нужны нам нужны только дети и еще пожалуйста кто тут у нас хозяин пожалуйста здравствуйте здравствуйте дам да замечательные присаживайте себя вот свободное фанта здесь свободное фанта спасибо всем хватило Если не хватило, вот свободная парка, ждет кого-то. Если не хватило, то вот дальше свободная парка. Садись. Оля, описался на первую. Замечательно. Есть еще возможность? Садимся. А мы садимся. Вот здесь место есть. Вон свободная парка. Саша, передай ключик. Лиза, ты здесь место. Возьми, просто. А Сашку, возьми. Ну что ж, ребята, здравствуйте. Давай еще раз вспомним. Я уже приходила к вам. Наверное, вы не помните. Меня зовут Владимир Николаев. А вы ученики уже четвертого класса. Правда? Тогда скажите, пожалуйста, кто из вас выходил в гости? Замечательно. Я так и думала. Правильно. Мы все берем ходить в гости. Только вот вопрос. А зачем мы ходим в гости? Пожалуйста. Ну, чтобы... Мы ходим в гости. Мы ходим в гости, чтобы увидеться с этим, с человеком, который мы ходим. Поговорим. То есть 30 с друзьями. 30 с друзьями. Хорошо. А ты как скажешь? Навестить. Еще раз. Навестить. Кого? Ну, друзей. А вы только к друзьям ходите в гости? Ну, к нам. А навещаете только друзей? Сколько? А кого? Дедушка. Правильно. Навестить близких нам и родных людей. Правильно? А еще? А еще можно познакомиться, если, например, у твоего друга есть какой-то там еще другой. Да. Может быть, приобрести новых друзей. Смотрите, сколько у нас с вами задач, когда мы ходим в гости. Правда? А все эти задачи, ребятки, можно назвать одним словом. Мы ходим в гости, чтобы общаться. Правильно? Да. Тогда разъясните, что же такое общаться. Ну, как вы понимаете, общаться, пожалуйста. Общаться – это когда два или больше человек разговаривает между собой. Так, спасибо. Правильно. Хорошо. Пожалуйста, ты дополняешь. Общаться – это? Да. Общаться с тем, что-нибудь новое, узнать от какого-то другого человека. Да. То есть обмениваться чем? Информацией. Информацией. Еще обмениваться чем? Мыслями. Мыслями. И еще обмениваться, конечно, чувствами. Правда? Да. Если мы им навещаем бабушку или дедушку, мы тем самым говорим о том, как мы их любим. Правда? И как они нам дороги. А они нам тоже рассказывают, как они нас любят. Правда? Да. Ну вот. А сегодня я приглашаю вас в гости. Смотрите, пожалуйста. Мы сегодня в гости пойдем к человеку, которого пока не знают. И как вы думаете, кто этот человек? Вот его фотография. Пожалуйста. Я думаю, что это художество. А как это ты определяла? У него краски. Это, ребятки, называете мольбер. Да? Так. Он сидит где? В лесу. В лесу. Перед ним раскрытый мольбер. И там что? Говорите, говорите. Рисует. Да. Он изображает. Что же он рисует? Как же? Рисует. Картина. Чем он рисует, ребятки? Краски. Кисточка. Ну, кисточка понятна. Краски. Краски. А вы чем умеете рисовать? Краски. Да, можно рисовать карандашом. Краски. Да, да. Вот если рисунок всего лишь карандашом или углевым, да, это называется график. То есть там нет краски. Но если вы рисуете средствами, у которых есть краски, это называется... Ну, давайте дальше посмотрим. Итак, смотрите, пожалуйста, какие слова у нас появились новые. Ну, прежде всего, что делает наш новый знакомый, который пригласил нас к себе в гости? Что он делает? Кто-то прочитал. Почитайте, пожалуйста. Слово живопись? Слово живопись означает картину, на которую художник пишет жизнь. Стоп. Посмотрите. Живопись. Видите? Какие два корня? Живопись. Пишу жизнь. Живо. Да, живо. Это жизнь пишу. Правильно? Да. И вот слово живопись так и означает картину, на которой художник пишет жизнь, во всем ее багажнице. Дальше читаем. И многообразие краски. Художник пишет жизнь, на которой художник пишет жизнь, на которой художник пишет жизнь. Спасибо. А теперь старайтесь читать так, чтобы каждый друг друга слышал, чтобы не забегали вперед и не отставали. Продолжаем дальше. Художник пишет жизнь, на которой мы живем. Немо прошлое, настоящее и будущее. Приходилось вам видеть такие картинки? Да. О прошлом. Приходилось? Да. А о настоящем? Да. А где вы это видели? В галереи. В галереи совершенно верно. В художественной галереи, в музее. А теперь следующее. Не только настоящее прошедшее и будущее, но еще читаем. Кисть живописца передает нам великие идеи и вновидные впечатления, изображает яркие характеры и сложные взаимоотношения между людьми, а также наши чувства и настроения. Вы обратили внимание, в этом тексте какие-то слова выделены? Да. Как вы думаете, как назвать эти слова? Как бы вы назвали эти слова? Запомните, ребятки, малое слово. Ключевые. Вот если вы хотите научиться читать картину, вы должны помнить вот эти ключевые слова. Итак, какие ключевые слова? Давайте их еще раз прочитаем. Живописца это настоящее и будущее, идеи, впечатления, характеры, взаимоотношения, чувства и настроения. Готовы начать читать? Ну тогда давайте. Мы в гостях у этого замечательного человека. Перед нами Аркадий Александрович Кластер. Вы его видели на снимке, но это снимок уже последних лет в его жизни. А вот здесь это его, как называется? Портрет. Да, только ребятки, художник, который, да, тот, который пишет себя, называется автопортрет. Давайте внимательно посмотрим на этого человека, на автопортрет Аркадий Александрович Кластер. Вы умеете читать автопортреты? Да. Ну давайте. Тогда внимательно глядитесь в эти замечательные глаза. Что вы можете сказать об этом? Аркадий Александрович Кластер. Он добрый. А как это узнал? У него взгляд какой-то. Да, у него теплый взгляд, правда? Он добродушный, теплый взгляд. Он смотрит на нас с доверием, правда? Он пригласил нас к себе в гости. А вот как вы думаете, где же он живет? В деревне. В вас их узнала, правильно? Ну у него одежда, как раньше была в деревне. Конечно. Вот косоворотка на нем, да? Косоворотка это такая специальная рубаха на выпуск. Да еще с поясом, правильно? И вот он как бы приглашает. Идемте ко мне вместе пообщаемся, да? По беседам вместе. Родился Александр Аркадьевич Кластер давно, в 1893 году. В серебре Слониха, Симбирской губернии. Сегодня эта губерния называется Ульяновской областью. Еще в молодости задумал он рассказать в своих картинах о крестьянском житле-бытинах. Создать живописную энциклопедию народной жизни. А вы когда-нибудь энциклопедию видели? Да. Что это за книга такая? Энциклопедия, да? Энциклопедия это книга, в которой можно найти ответы на вопросы. На любой вопрос, правда? Обо всем. Совершенно верно. Так вот, Аркадий Александрович Кластер решил создать какую энциклопедию? Давайте прочитаем все вместе. Нет? Крестьянскую энциклопедию, да? Энциклопедию народной жизни. Ну, а теперь давайте перелистаем страницы его энциклопедии. Итак, вот первая картина перед нами. Посмотрите, пожалуйста. Это картина, которая называется «Летом». Видите? А для того, чтобы прочитать эту картину, помните наши ключевые слова. Представьте себе, что вы там находитесь, на этой лесной полянке, вместе с героями этой картины. Расскажите, пожалуйста, как вы там оказались? Пожалуйста, говори. В это утро. В это утро. Мы. Мы. Ты там не один. Мы. Мы. С кем? Мы. Это кто? С другом. А там друг? Нет. Это твоя сестренка. Да? Да. Или подруга, да, совершенно верно. Но это сестра. А еще кто с вами пошел? Мама или бабушка. Там, вы видите, она устала лежит, да? В это утро. Мы. С кем? С бабушкой. С сестрой. Ну, мама там. С бабушкой. Да. Отправились в лес. Зачем? Треба. Загребание ягодами. Ну, конечно же, загребание ягодами. Но надо подойти поближе, ребятки. Давайте подойдем поближе. Вот здесь встанем так, чтобы друг другу не мешать. Потому что читать надо все. Мам. Так. Всем видно. Итак, посмотрите, пожалуйста. Что было до этого? Мы уже сказали, правда? Мы отправились. Удачная ли была наша... Продолжай. Пришли в лес. Начали спирать. И набрали. Быстро набрали целые корзины приборов. И у мамы полная корзина. И у сестренки. И у меня полная корзина приборов. Да. А сестренку как зовут? Шесть сестра. Здравствуйте. А у сестры Нашки в это время... Еще... Собрала... Вот она их чистит. Ягоды. Какие? Земляника, конечно. Видите? Вот кустики земляники. Она открывает и кладет... Во что? Во кузово. Да в какой кружок? Кружка. Кружка, да. И так долго собирали грибы до вечера? Нет. Нет, а как? Здесь еще подгрызали. Да, да. Да, да, да. Но как только началась жара... Мы вернулись. Нет, еще не вернулись. Мы пришли в тень и... Да, нашли тень под березками. И мама или бабушка, трудно сказать кто, но судя по руке, наверное, все-таки это бабушка. Потому что, посмотрите, пожалуйста, какая натруженная рука. Да и потом одежда такая, как у бабушки, длинная-длинная. Такой, это вот самое, да, ну не сарафан, это косынка наверху и ее длинная юбка. Бабушки всегда с юбками ходят, да? А сверху кофта, вот, а юбка длинная. Хорошо. Так вот, утром-то мы все сказали, кто утром с нами ходил? Нет. Мы забыли о том, что вместе за нами увязалась наша собака. Ну, как разница, собака ее... Это же ваша собака. Вот, ее, наверное, зовут. Бобик, ты думаешь. А я, как же, жучка? Нет. Жучка. Да, может быть, друг, да. А кто же, я слушал. Дружба, да, совершенно верятен. И вот никуда он от нас не уходил, правда? Да. Что он делал? Мы грибы собирали, яхт. А где он играл? Да, прямо играл. А с вами наоборот он охранял, да. Следил, чтобы не дурок нас не обидел. Итак, смотрите, пожалуйста. Полотна Александра Аркадьевича Гвастова полны людьми. На его холстах щедро светит солнце, бьют дожди, зреет хлеба, идет снег. Словом, сама жизнь, наш народ, наша история и наша великая... А вот, помните, мы ничего из вас не читали, правда? А вот ты посмотри, у нас. Я ничего рассказывать не буду, вы сами расскажите. Скажите, пожалуйста. Так, давайте мы с вами посмотрим, не будем как ограбиться. Начните с того, это прошлое или настоящее. Так, а ты смотри внимательно на все, что здесь есть. Так, ребятки, а вы знаете, что сначала художник просит вас прочитать название картины? Машин фашистик, а потом тогда была еще война. Конечно. И это 70 лет на следующий год мы будем отмечать великую победу. Но чтобы 70 лет отмечали мы, вот это не 70, а 73 года назад это событие произошло. В то время еще часть нашей территории, российской, Россия, была занята фашистами. А та, которая не была занята, фашисты все время ежедневно бомбили для того, чтобы победить вот наш непобедимый народ. А теперь смотрим, где же мы с вами оказались. На поляне. Да, ребята, это не простая поляна, это куа-гор, видите, вот так, как у вас. Вот когда, да, это небольшое такое, что кто там был? Там собака. Почему собака? Конечно. Пастушок, вот он, Ваня Пастушок, который пас вот это стадо, колхозное стадо коров и овец. Там овцы, вот эти овцы, а там коровы. Да, взрослых пастушков уже не было. Они были на фронте. И работу взрослых выполняли дети. Ваши бабушки и прадедушки. Вот этот пастушок, пас коров. Скажите, пожалуйста, он опасен для фашистов? Нет. Он может причинить кому-то вред? Нет. Нет. А что сделал фашистский самолет? Вот он, дали. Вот, видите, пролетел и встретил. Вот, увы, и сны. Вот, увы, и сны. Вот, увы, и сны. Он расстрелял коров. Скажите, пожалуйста, зачем он это сделал? Чтобы, чтобы русские не могли это выжить. Да, чтобы было меньше молока. Правильно? И так-то есть было нечего во время войны. А теперь скажите, пожалуйста, еще и мяса не будет. Правильно? Потому что мясо убитых животных мы едим. Но он же специально. И самое страшное. Кого убили? Вот этого мальчика. Видите, сверху. Это вот он так лег, потому что пуля попала куда? В полоку. Да, прямо в лесок. Осень, кособор. Юные тонкие березки в золотом уборе. Не шелохнется ни одна былинка. Я читаю, а вы закрыте глаза и снова представляете то, что видели. Вдруг резкий вось собаки прорезал тишину. Потеряно бродят овцы. Что это? Припал с щекой к сухой колкой траве пастушок. Упал неловко. Рука вывернута. Кнут и шапка отлетели далеко. Алая кровь на русых вихрах. Крепко прижался он к родной земле. Не встать ему. Далеко, далеко, в ясном небе, над изумрудными зеленями фашистские самолеты. Миг назад свинцовый ливень остановил жизнь. Воет пес, задрав мохнатую морду. Жалобно мычат коровы. Блеют овцы. Вдали затихает ноющий, зловещий звук улетающего самолета. Печально, шелестя, берез. Откройте глаза. Когда вы смотрели картину, вы видели. А когда вы сейчас слушали то, что я вам рассказывала про эту картину, чего здесь больше? Звуком или картин? Звуком. Вот, оказывается, в чем сила настоящей живописи. Живопись может рассказывать не только красками и предметами, но еще и услышать можно то, что там происходит. А вот, ребятки, еще один портрет. Посмотрите внимательно. И как всегда, глядитесь в этот портрет. Всегда начинайте, ребятки, с лица, с глаз. Что вы можете сказать об этой женщине? Она очень бедная. А при чем тут бедная? Расстроенная. Совершенно верная. Измученная женщина, правда? А как это вы поняли? У нее глаза, смотрите. И еще, половина портрета. Половина ее темная, а половина светлая. Как вы думаете? Некто. А как ты узнал? Правильно. Потому что я не знаю. Совершенно верно. Вот она теперь всегда будет ходить в черном плотке. Как вы думаете, кто эта женщина? Мама. Это мать. Мама. Вот этого пастушка? Нет. Возможно. Нет. Возможно, это бабушка того пастушка, которого мы сейчас с вами видели. Или мать кого? Солдат, которые ушли. Что делать? Защищать землю наши. Да? И там погибли. Кстати, у нас в губернии есть такая замечательная мать. 16 сыновей ее ушли на фронт. Ни один не вернулся. Да? И вот именно эту мысль главная. Помните, мы ключевые слова говорили? Что художник хочет передать нам что? Свои мысли, идеи и чувства. Вот эта идея. Прочитаем ее все вместе. Подарить миру сыновей, защитников Отечества. Великий материнский долг. Великий материнский долг и великий материнский подвиг. Вот перед нами кто? Героиня, правда? Потому что она совершила этот подвиг. И продолжает жить, дарить свою радость и тепло всем окружающим. Нет, она не умерла. Знаете почему? Потому что она на картине. Так же, как любое произведение, которое написано, оно вечно, правда? Может быть, та женщина, которая позировала, умерла. Но вот эта картина, вот я хочу, чтобы вы все-таки посмотрели вот сюда. Она здесь посветлее, здесь очень сложно видеть. Вот посмотрите, видите? Вот она, деревецкая женщина. Смотрите, да нет, как раз она очень. Ну она суровая, конечно, потому что жизнь-то у нее не простая. А с ее руками? А с ее руками? А как ты думаешь, что с ее руками? Да нет, конечно. Они бесконечно работают. Поэтому давайте посмотрим дальше. Итак, к счастью, 9 мая 1945 года кончилась эта страшная война. И пришел мир. В мае 1945 года победил наш народ фашистских захватчиков. А посмотрите, когда написана эта картина? То есть в 1905-1945 год. Когда кончился войн? Да, уже войны не было. И чем заняты вот эти люди? Смотри, работают. А что они делали? А что они делали? Чтобы выкорбить своих задачи. Конечно, конечно. Вот теперь уже не тот подвиг, который на фронтах, а вот этот трудовой подвиг. Как они это делают? Вместе. Вместе. Им радостно или им так же тяжело, как раньше? Радостно. 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 Да. И они верят в то, что теперь будет жизнь совсем по-другому. Никто не смеет нас убить, никто не посмеет посягнуть на нашу родную землю. Итак, сенокос. Лето. А теперь закройте глаза. Июнь. Сенокос. Перед нами волшебный ковер солнечной поляны. Вглядитесь в каждую деталь. Каждая звучит своими красками. Энергично звенят косы. Нежными аккордами звучат сиреневые, голубые, лазоревые, бирюзовые, желтые, пунцово-багряные и золотые цветы. И вот уже слышим, как в общий поток звуков вступают мощные трубы. Это белострольные березы. А потом просыпается серебряная трень миллионов березных листьев. Звучит симфония родной земли. Чтобы услышать, ребята, эту симфонию, откройте, пожалуйста, глаза. Я сегодня рекомендую вам вместе с учителями зайти на ютуб. Кто значит такой ютуб? Это видео-панал. Да, совершенно верно. Что там можно увидеть? Видео. Там можно увидеть видео и там можно посмотреть концы. Вот если вы сегодня зайдете на ютуб и наберете Алексей Архиповский, то, пожалуйста, послушайте одну пьесу «Дорога домой». А потом вспомните вот эту «Дорогу домой», которую совершили вот эти косцы. Помните? Там только один молодой юноша, который, наверное, не был на пыте. А все остальные вернулись с фронта и занялись своей мирной работой. Сам Александр Аркадьевич Ласков работал непереставая. И был у него, собственно, сын. И вот сын часто уезжал, потому что Александр Аркадьевич работал в селе, на селе. А сын учился в городе. Ну и как вы думаете, как они общаются? Через письма. С помощью письма. И вот перед вами, ребятки, отрывок из письма к сыну. Давайте прочитаем все вместе. Труд, труд и еще раз труд. Дорога, длинное правило счастья, правило жизни. Вот это ваши прабабушки и прадедушки. Вот эти маленькие ребята. Они с детства начали трудиться. И в данном случае, после школы и до школы, они занимались трудом, таким, которым сегодня занимаются взрослые. Как называется эта картина? Жадная. Аж жадная, ребятки. Не жадная, а жадная. А что жмут? Сед. Вы сельские жители? Можете. Да, хлеб. А чем? Вот сегодня хлеб у нас убирается в поле? Да. А ничем? Косой. Серпом. 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 Вот они, серпы. Вы представляете, сколько надо было с серпом сделать? Дальше что сделать? Каждый для себя. Нет, не для себя, и дальше для себя. Вы думаете, это жадва на себя? Нет. Это как раз это было. Страну кормить этим хлебом. Правильно? Да, конечно, на машину это легче. Но не было машин тогда. Почему? В 45-й год. Правда? Все, что было, какие машины делали до 45-го года? Танки до самолета, чтобы освободить землю нашу. Правда? Да. Но есть еще одна картина, которая называется сбор картофеля. Я думаю, что написана она, конечно, и сегодня, но она сегодняшний. Она сегодняшний не. Кто так же считает? А кто участвовал в этом событии? У вас картошку сажают? Да, у картошки огромный огород сажают. Вот. Огромный огород, и каждый раз вы что делаете? Собираем картофель. Вот это сбор картофеля. Посмотрите, пожалуйста. Мы не видим лица этой женщины. Правда? Она работает. Но, да, она собирает. Вы посмотрите, на что обращает наше внимание художник? На ее труд. Вот, посмотрите. Вот как он показывает, что здесь самый красивый человек, именно эта женщина. Она старая. Да при чем тут старая? Она красивая. Смотрите на ее руки. Видите? Сколько же эти руки выкопали, сколько посадили, сколько сварили, сколько выненчили. Эти замечательные руки. Благодаря этим рукам, собственно, живут ваши родители. Благодаря их рукам живет и вся страна. Вот ты говоришь, что вы картошки в них сажаете. Вы же столько не съедите, правда? Нет. А куда вы? Ну, я в полы в девайон. Понятно. Да, да. Нам картофель. Нам оттуда ставим детей. А у меня нет. Да, это понятно. А у меня нет вот этого. Коля, где я возьму картошку? Купить картошку. Конечно. Вы же излишки нам продаете в город. У нас нет своих огородов, правда? Но это у вас есть. Вы же живете не в Самаре, а у нас в Самаре огородов нет. У нас в Самаре есть единственное только... Посмотрите, вот он полный мешок уже собранный. А вот здесь каждую картошку надо вынуть чем? Лука. Лука. Да, вот такая она. Ну, а вот еще одна картина. Лука. Скажите, пожалуйста, какое впечатление у вас? На Новый год. Новогодняя. Новогодняя, правда. Почему? Потому что у нас в 46-й год. Конечно. Это написано в 46-м году. Посмотрите, пожалуйста, в это утро. Представьте себя, что вы живете вот в этом доме. Вот раньше была зимой война, а сейчас... Да подожди, нет, уже все забыли на про войну. Это уже целый год люди не знают, что такое война. Это я просто говорю, как давно написана эта картина. Вы представили себя в этом доме? Да. Вы спали? Да. В это утро свету нет поздно, правда? Да. А что же вдруг вас заставило проснуться в этом утро? Слезнящий снег. Вот ты дома, дома. Звук. Звук? Да. Нет, пока солнце. Синец. А тут нет солнца. Тогда снегири. Снегири. Подожди, нет, подожди, нет, подожди, нет, подожди, нет. Синец. Нет, ребят, если вы ложились в этой стене, то было тимонно, правда? Да. А утром еще нет солнца, а уже комната озарилась необыкновенным светом. Откуда этот свет? От снега. От снега, конечно, посмотрите. Он хоть и первый снег, правда? Но он уже покрыл всю землю, успел покрыть крыши, домов, да? И этот первый снег вызвал у вас какое чувство? Счастье. Счастье еще. Счастье на нового цвета. Радость. Вы же ожидали его, правда? Ты даже просто сказал, прям Новый год, правда? Вот я ехала, нет снега, а так хочется, правда? Да. И кто же герои этой картины? Дед Кирилл Айт. Ваши сверстники. Сестра. Сестра и брат. Что они сделали? Сейчас они на улицу. Они выезжали на улицу для того, чтобы что сделать? Я вернулся. Да, порадоваться этому первым снегу. А вы в этом году радовались первым снегом? Да. Значит, эти впечатления вам знакомы. Ну, а для того, чтобы услышать эту картину, вы должны послушать замечательную пьесу из времен года Петра Ивановича Чайковского. И пьеса эта называется «Декабрь». Вы послушайте и посмотрите еще раз эту картину, и вы поймете, что картина оживенная. Вы услышите природы, активное дыхание. Итак, подведем итог нашему уроку. Чему вы сегодня учились? Учитать картины. Читать картины. Еще чему учились? Еще учились общаться. Правда? С кем? С героями картины. И с живописцем. С автором, да. Что узнали? Что узнали? Нового художника. Еще что узнали? Картины. Картины этого художника. Еще что узнали? Новые слова. Ключевые слова. Ключевые слова. Еще узнали. Вы узнали страницу истории нашей работы. Кто нам поможет? Вы. Нет. Я не помогаю. Картины. Да, конечно. Картины. Вот поэтому, ребятки, учитесь и чаще общайтесь с этими замечательными собеседниками, нашими живописцами. И вот посмотрите, пожалуйста, последняя картина, которая названа... Родина. Видите, одухлиные слова? Родина. 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 Еще? Родничок. Родничок еще? Родина. 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 Удалось Александру Акадьевичу Пластову создать энциклопедию народной жизни. Там действительно все, и взрослые дети, и страница истории совершенно верная. Ну вот, а теперь еще раз глядитесь в автопортрет. Отличается он от того автопортрета? А чем? Стареет. Да, он не стареет. Это победа уже более зрелого художника. И что он говорит вам? Спасибо вам, горе, сестры, родители, прощения. И вам я хочу сказать спасибо за урок. До свидания. И так вы видели, это тоже чтение. Потому что когда мы говорим чтение и работа с текстом, то текстом мы понимаем любое, что написано на бумаге. Это может быть и цифра, да, или число. Это может быть формула. Это может быть символ какой-то. И это может быть вот живопись. Только разными средствами передается. И сегодня как раз на уроке мы с детьми учились читать. Ну вы поняли, что это урок развития речи. Что урок, естественно, я не могла полностью вам провести. Почему? Потому что здесь у меня предусмотрены были музыкальные фрагменты и так далее. Но для этого надо было и оборудование другое. Но вы знаете же, как учить детей. Видеть, слушать и размышлять. Но для этого нужно, конечно же, чтобы дети встречались с картинами. И я говорю это не только о младших школьниках, но и о дошкольниках. Это может быть иллюстрация сначала, а потом обязательно картины. Картины наших великих отечественных художников. Это тоже будет чтение общее для дошкольников и младших школьников. Ну а мы с вами продолжаем. Продолжаем рассматривать, действительно ли мы учим читать в начальной школе. Мы уже сказали о чтении в дошкольном возрасте. Сказали о чтении в период обучения грамоте. Но с 17 февраля или с 10 января, в зависимости от того, когда вы кончите букварь. Уже начинаются уроки русского языка. И на уроках русского языка мы учим уже другому чтению. Другое чтение называется смысловое чтение. Оно впервые появилось. У нас его не было раньше. Что же такое смысловое чтение? Смысловое чтение это умение просматривать материал урока. Я подозреваю, что вы работаете по системе начальной школы 21 век, да? Да. Будьте любезны, если не трудно, мне любой учебник русского языка снимите здесь. А, давайте. Я вам просто расскажу, что это такое. Вот дело в том, что каждая система учебников по-своему распределяет учебный материал. Вот я покажу вам учебник второго класса, который открываю вот на этой странице. И первое, что дети должны сделать перед началом урока, вернее, в самом начале урока, они же должны поставить перед собой учебную задачу. А чтобы поставить учебную задачу, они должны просмотреть весь урок от начала до конца. Просмотровое чтение. Это новый способ чтения. Просмотревое. Просмотри, где начинается, где кончается урок. Вот здесь начинается четвертый урок, а здесь он кончается. Дети просматривают вот так. Первое, что они смотрят, они называют номер урока. И всегда спрашивают, зачем называть номер урока? Очень важно. Потому что если это урок 70, то сколько же выучено? А если это урок 4, то сколько надо повторить из того, что мы изучали до этого? Далее. Обратите внимание, что в системе начальной школы 21 века есть еще вот такая обязательная часть. То есть, каков тип урока. Дело в том, что не важно, по каким учебникам вы учите. Важно другое. Мы всегда решаем три вида задач. Это система языка, это правописание и развитие речи. Поэтому вот в этом учебнике всегда дается главное. То есть, например, вот как устроен язык. А на третьей странице дети узнали. Изучая русский язык, ты будешь решать разные задачи. На уроках с указанием, как устроен наш язык, станешь открывать законы, по которым живет язык. Значит, ребенок, прочитав, уже ставит перед собой задачу. Я должен узнать новые законы, по которым живет наш язык. Дальше. На уроках с указанием правописания учиться писать грамотно, без ошибок. А на уроках с указанием развития речи правильно выражать на письме свои мысли и чувства. Но устно и на письме. Более того, обратите внимание, что уроки здесь тоже разные. Вот пятый урок на коричневом фоне. Но если вы полистаете, то вы увидите, что здесь есть уроки и на зеленом фоне. Ну вот я прям сразу открою 70-й урок. Мы вчера только его... Вот 53-й. Видите, на зеленом фоне. Вот этот ромбик. Что означает ромбик? И опять же, дети возвращаются к третьей странице и читают. Таким цветом обозначены темы для расширения твоего кругозора. То есть, если вы считаете, что дети не справляются с основным, вы можете даже эти темы не брать. Оставьте их на тех, кто хочет заглянуть за благород. Или сделайте все так, чтобы повторить на этом материале то, что вам ни на что не хватило времени дарить. Так вот, не все обращают внимание на это. Более того, просмотровое чтение определяет, какие виды работы будут на уроке, как мы будем работать и так далее. И когда ребенок уже это осмыслил, то тогда он начинает быть активным участником учебного процесса. То есть, субъектом учебной деятельности. Далее, на что нужно обратить внимание на урок русского языка, это на чтение и осмысление заданий и упражнений. Вот это тоже очень важно. Здесь уже надо использовать выборочное чтение. Учите детей вот так по всем страницам находить слова действия. Обратите внимание. Вот я открываю страницу 36 и читаю. Запиши, сравни, ответить на вопросы. Дальше, прочитай. Далее, спеши предложение. Измени, запиши и так далее. Подчеркни. Обратили внимание? Вот если ребенок это делает до упражнения, то он сделает все сознательно. Вот это и называется смысловое чтение на уроках русского языка. Далее, в любом учебнике русского языка есть тексты. И тексты, как правило, связанные, правда ли? И вот здесь следующее. Выразительное чтение и анализ связанных текстов. Если этот текст не имеет заголовка, значит, его нужно озаглавить. Обязательно определить тему. Обязательно увидеть, что это такое. Описание, или это повествование, или это рассуждение, и так далее. Но и прежде всего, все виды работы, которые помогают ребенку потом пересказывать или писать сочинения. Далее, чтение, осмысление иллюстрации учебного. Вот это вообще я вижу. Вот сколько хожу на уроки, вообще никто не смотрит на иллюстрации. Зачем они тогда там? Так вот, обратите внимание, это и есть чтение. Только тогда будет настоящая читательская деятельность. Если они не нужны, так зачем же художника брать, да еще и иллюстрировать? Вот, посмотрите, пожалуйста, здесь есть иллюстрация? Есть. Но она какая? Она уже не такая, как мы привыкли. Или вот есть, вот, например, здесь иллюстрации. Видите? Причем я многим студентам задавала вопрос. Вспомните, пожалуйста, странички учебника русский язык по любому классу. Какие иллюстрации вам больше всего запомнились? Они смотрели на меня и говорили, разве там они есть? Говорю, есть. До девятого класса учебники по русскому языку имеют иллюстрации. Так вот, как раз, они же не зря даны. Это другой способ работать по чтению. Ну, продолжаем дальше. Уроки русского языка у нас всегда сопровождают уроки литературного чтения. Обратите внимание, что это литературное чтение, поэтому чтение художественных произведений. Если наши дошкольники уже полюбили художественные слова, научились играть, научились читать и слушать эти художественные произведения, то тогда мы с вами выполняем четыре задачи. Это чтение и анализ художественных произведений разных жанров. От жанров же зависит анализ. Что мы читаем? Стихи – это одно, рассказы – это другое, поиски – это третий, романы – это четвертый. То же самое, освоение видов чтения. Кстати, они даны литературному чтению. Вот три вида чтения. Просмотровое чтение, дальше выборочное чтение и изучающее чтение. Как способ чтения, который должны освоить. Поэтому, работая над литературным произведением, мы много-много раз его перечитываем. Более того, я вам советую всегда начинать работу уже с прочитанным произведением. Давайте ознакомление с произведением надо. А на урок они должны прийти с прочитанным. Тогда есть возможность перечитывать, рассматривать и так далее. Мы обязательно перечитаем, это не трудно. Поэтому нужно помнить, что настоящий читатель – это не тот, который умеет читать, а который знает и любит, как перечитывать. Следующее – освоение типа правильной читательской деятельности. Это как раз та система, которая сегодня и является технологией работы на уроках литературного чтения. Это работа до чтения с текстом или с произведением, работа после чтения и работа после чтения. Но сегодня вы видели на нашем уроке все эти три этапы. До чтения мы познакомились с кем? С живописцем и с его главной задачей жизни. Потом читали и потом после чтения подвели итог. Действительно это так. И как хотелось бы сегодня побольше поговорить с этим замечательным, мудрым и очень любящим нашу страну и крестьянский народ. Ну и, конечно же, запомните, пожалуйста, литературное чтение никогда не предусматривает быстрое чтение. Литературное чтение – это вдумчивое, медленное, выразительное чтение. Никаких 100 слов или 140 слов в минуту быть не может. Выразительное чтение. Поэтому чтение вслух может быть только выразительным. Я уже посоветовала вам давать детям читать произведение до урока. А еще одно задание – выбирать обязательно тот фрагмент, который они приготовят до выразительного читать. Дома. Чтобы здесь потом… Помните, наш урок я здесь проводила, когда дети читали стихи. И мы записывали на диктофон. Вот. В этом смысле то же самое записывайте на диктофон. Вот уж здесь, пожалуйста, дома готовь сколько хочешь к этому выразительному чтению. А из этих фрагментов, во-первых, нужно спросить, почему именно этот фрагмент ты выбрала? Что тебя заставило, запомни, выбрать этот? Чем ты считаешь его важным? А теперь давайте послушаем, что он хочет передать нам своим чтением. Филипп, Даня, Бетя и так далее. Следующий урок – это урок математики. Вот здесь я тоже хочу обратить внимание. Чтение должно быть самым главным. Что именно мы читаем? Мы читаем и осмысливаем язык математики. Это вербальные и знаково-символические тексты, схемы и модели. Вот перед нами картинка. Здесь есть что читать. Здесь есть угол. И есть выражение, да, равенство. 4 плюс 5 равно 9. Есть письменный способ вычитания и так далее. То есть все это языком математики записано. И главное, нужно подчеркивать мысль о том, что только язык математики понятен всем людям без перевода. А значит, наша с вами задача какая? В том, чтобы вот все, что записано словами, перевести на язык схем, модели, формул и так далее. И тогда это будет математика. Вторая задача, самая главная, это чтение и осмысление текстовых задач. Что входит в чтение и осмысление текстовых задач? Первое, это поиск нужной информации, ее логическая обработка и кодирование. То есть краткая запись. Дети должны знать 5 способов краткой записи. 5. Вы помните какие. Первый рисунок, можно рисунком. Второе, допустим, там чертежом. Третья схема, четвертое, чертеж, да, и пятое, это уравнение. Правильно? Все способы возможны для записи условий задач. Тем более, что нам по стандарту до сих пор поставлена задача научить детей решать задачи в одной и в два действия. Но научить это выполнять вот эти все 6 шагов. Хочу обратить ваше внимание на книгу Осмолова, как проектировать универсальные учебные действия. Там как раз рассказано, как работать с текстовой задачей. Ребенок должен освоить в ходе вот этой работы с текстовой задачей общий способ решения любой задачи. Ну а кроме этих предметов, которые я назвала, у нас есть, конечно, и другие учебные предметы. Вот чтение и осмысление учебных текстов по всем предметам тоже обязательно. Но это уже смысловое чтение или работа с информационным текстом. Это учебник музыки, учебник из-за деятельности или изобразительного искусства, учебник технологии. Их надо учить читать. Вспомните, пожалуйста, у нас был урок технологии вот в этом же классе. И мы как раз учились читать и схемы, и таблицы, и текст. Еще раз, текст это не обязательно буквы. Еще раз напоминаю. Работа с содержанием учебника, оглавлением, чтобы быстро ориентироваться. Ориентация в учебнике, раздел, страница, текст, абзац. Чтение и понимание текста с точки зрения конкретной учебной задачи. Выделение ключевых слов, как мы сегодня делали, вы видели, да? Сегодня некоторые дети запомнили, что они этому учились. Ответы на вопросы учебника и их аргументации путем выборочного чтения. Не путем, я так думаю, а вот я могу доказать, опираясь на такую страницу и читать. Освоение разных способов сохранения полученных предметных знаний. Разные виды планов, схемы, таблицы, опорный сигнал и так далее. Я хочу обратить внимание, я оставлю вам эти презентации. Там как раз была книга, которую вы можете воспользоваться, тоже издательство «Наш дом Федорова». У них целая библиотека была, называется «Информационная культура младших школьников». Информационная культура – это работа с информацией без компьютера. Без компьютера. Вот как раз книгами, со всеми текстами. Поэтому это там целая библиотека. Чтение в процессе внеурочной деятельности – это тоже наша с вами забота. Потому что федеральный стандарт – это задача, которую мы реализуем в урочной и внеурочной деятельности. Но здесь уже чтение слушаний, учебное исследование, чтение периодических и дискомпедических изданий. Кстати, вот можно показать детям и вместе с ними прочитать, полистать книгу, русские художники. Написание рефератов, ведение читательского дневника, литературные игры, территорийные кроссходы, литературные праздники, с которого мы начали этот год, и конкурсы выразительного чтения, которые надо возвращать в школу обязательно. Кстати, начинать лучше с детского сада. Базовые умения читательской деятельности младшего школьника сегодня состоят из четырех основных разделов. Вот эти четыре раздела. Их нужно проверять, когда мы говорим о том, что наш ученик готов перейти к основной школе. Это техника чтения вслух и про себя, литературоведческие знания и книги, книговедческие умения, науки, рациональный прием, работать с книгами, и самое главное, библиотечные, библиотекические знания. Потому что сегодня наши дети, дошкольники и младшие школьники, могут быть у компьютера без опасности для своей жизни, не больше 15 минут в день. А 15 минут в день работать с книгой – это смешно, правда? Поэтому лучше обращайте компьютер в случае действительно необходимости. А все остальное – это работа с книгой. Той книгой, которая есть на вашей полке, которая есть на полке, в домашней библиотеке. И, к счастью, 2014 год – год культуры. У нас до сих пор везде, даже в самой маленькой деревне, есть библиотека. Вот та районная или сельская библиотека, где бесплатно дети могут найти любую интересующую книгу. Поэтому последнее – как мониторинг проводить. И здесь я обращаю внимание, что проверяется в ходе мониторинга, когда мы говорим о чтении как речи и смитной деятельности. Первое – умение давать толкование понятиям, пользуясь книгами и текстами. Ну вот сегодня вы видели на уроке, мы толковали живописи, живописицы и так далее. Умение получать информацию из морфенной структуры слова. Вот живописи. Дальше – анализ соответствия источника и информационного запроса. То есть что ты хочешь узнать – запроси. Вот я сегодня как раз советовала им обратиться к музыкальным страницам, которые помогут им снова увидеть эти картины и услышатся. И анализ информационного текста. Информационного текста – это мы называем учебник, познавательный текст. И анализ художественного текста – это совершенно разные тексты. Одно дело – проанализировать рассказ на носовый дружок, и совсем другое дело – проанализировать страницу учебника окружающими, где речь идет о собаках. Ну вот, если вы это принимаете, то мы хотим сказать вам, что существует программа «Информационная культура младшим школьникам». Разработана она Татьяна Евгеньевна Сокоровой. Вот все 8 изданий сегодня уже есть. Вы их можете отыскать. И если надо, запросите в издательском «Информационной федерации». Именно в том издательстве, где сегодня мы получили наши подарки. Потому что они вот выпустили, да, мы уже выпустили. Ваша задача. Сегодня это можно от ксерокопировать. Это тоненькие-тоненькие книжечки, так же, как и даты любознайку мы ксерокопируем в свое время. Ну вот, я закончила свою сегодняшнюю тему. Итак, тема наша называлась «Чтение, как и речи, мыслительная деятельность дошкольников и младшего школьника». Считаете ли вы эту тему важной и нужной? Услышали ли что-то интересное и новое? Значит, наша встреча была не напрасно. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. С наступающим Новым годом. Новых творческих успехов.